ребят спасибо за проявлен интерес это круто и мне приятно вот и чтобы как-то как-то не давать тусовочки остыть да мы решили сделать приятную штуку и 10 советов от себя которые я могу дать всем фотографам начинающим и не очень которые могут быть полезны в общем в жизни фотографической и во все остальное итак первый совет это не заморачивайтесь на технике он может быть звучит просто но с другой стороны это не так просто сделать как бы странно не звучало особенно начальных этапах вот не заморачивайтесь на технике смотрите какая штука технику надо иметь обязательно вот этот весь фон информационный когда только говорит что профессионал на iphone снимет также как на пятерку не снимет нет iphone не снимает также как 5 d3 нет но тем не менее это не значит что пятерка это предел мечтаний и единственное о чем стоит думать ее нужно иметь но при этом не возводить технику в ранг идола вы должны работать с людьми они с фотоаппаратом вот это первый и самый важный совет этому стоит реально долго учиться потому что освоить технику как свои пять пальцев не так просто как кажется на первый взгляд вот переходим ко второму совету второй совет не стоит заморачиваться на творчестве но не то чтобы заморачивать ничего не творить нет учитесь систематизации и дисциплины мы все уходили из офиса когда-то чтобы стать творческими вольными людьми и делать то что мы хотим делать когда мы хотим и как мы хотим это все очень здорово но уход из офиса обязывает нас самостоятельно строить свой график самостоятельно строить свою занятость свои планы и действия поэтому стоит учиться именно систематизации и дисциплины потому что именно эта штука освобождает на массу свободного времени для каких-то действий для самосовершенствования для всяких разных штук которыми мы хотели заниматься когда творческий человек он сегодня делает одно завтра другое потом третье и никогда ничего не идет с места поэтому дисциплина это самое важное мотивация это очень краткосрочный и очень такой сильный всплеск энергии который помогает нам что-то быстро начать делать быстро принимать решение быстро действовать но он достаточно быстро спадает и здесь в силу вступает уже непосредственно дисциплина и система которую вы сами для себя должны выстроить никак иначе едем дальше итак совет номер три а еще одна байка и интернетский миф который стоит обязательно россии не стоит верить в то что хороший фотограф в любых условиях выдает шедевр не выдает это херня которую вам я не знаю кто внушает из разных информационных источников но все хорошие фотографы соглашаются в одном это невозможно хороший фотограф не тот кто в любых условиях снимает круто хороший фотограф тот кто точно знает когда условия хорошие а когда плохие и в плохих старается не снимать либо плохие условия переделывать под хорошие поэтому лучше потратить чуть-чуть время на тоже и силы на то чтобы плохие условия превратить хорошие и тогда снимать нежели пытаться снимать как придется а потом вытягивать на посте с этим все отсюда вытекает четвертый совет не стоит верить волшебство обработки как бы нет волшебства обработки мы не раз это доказывали и саша своими многократными блогами и я своим уроком тоже да кто угодно гораздо большее значение имеют те условия в которых был сделан кадр поэтому лучше изначально снимать хорошо потом не придется очень сильно обрабатывать нет безусловно хороший ретушор может вытащить даже достаточно безнадежный кадр но времени и сил на это будет потрачено неимоверно соответственно стоят услуги таких людей неимоверно либо вы просто жизнь свою проживете ретуширая одну свадьбу у вас нет столько времени не столько энергии и елки-палки ваши услуги стоит не столько чтобы так заморачиваться поэтому не стоит верить волшебство ретуши научитесь снимать пункт номер пять самый крутой ретушер это визажист не всем и не сразу это понятно но самый крутой ретушер это визажист потому что большую часть ретуши человек делает еще до того как вы подняли камеру большую часть ретуши происходит сама собой и у меня получается отретушированные не 50 100 кадров которые я могу отретушировать руками а все 700 в течение всего дня потому что пришел хороший человек сделал хороший макияж положил грамотно тон тени косметику и все выглядит очень круто поэтому вам обязательно нужно иметь среди членов своей команды среди людей которые вы можете обращаться которых можете советовать крутых визажистов чтобы рекомендовать их своим невестам и уже заведомо человек который знает вас которого знаете вы придет и сделает все так как вам надо и сделает клёво поэтому имейте несколько хороших визажистов в своей телефонной записной книжки чтобы не задумываясь рекомендовать если ни одного то 2 и работайте с этими людьми ну соответственно вы даете заказ визажисту и делайте ему этим тоже приятно поэтому вам просто необходимо научиться разбираться в макияже вам необходимо научиться его видеть это особенно актуально для парней вам просто это профессиональный навык если вы этого не видите вы потом будете упираться в обработку снова 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 и снова и это будет вас съедать это будет вас нервировать и демотивировать вот погнали дальше шестой пункт в повествовании свет всему голова самое первое что вы должны искать на любой локации это свет самое первое что вы должны искать в банкетном зале в загсе в отеле в квартире это свет потому что фотографии это не что иное как работа со светом эмоции это круто локации это круто но если ваши эмоции происходят под правильным светом это вдвойне круто свет может преобразить любое место свет может преобразить даже самую обычную квартиру стоит лишь только задернуть шторки поэтому свет это единственное что стоит учиться видеть что стоит прям вот прям вникать в это дело вы гуляете по улице смотрите на свет идете по подземному переходу смотрите на свет едете в маршрутке в метро в поезде смотрите на свет пришли вы на железнодорожный вокзал а там всегда офигенный свет вы просто смотрите на свет и пытайтесь фотографировать его хотя бы на iphone потому что телефон который лежит в нашем кармане это очень крутой тренажер чтобы чтобы учиться видеть свет чтобы видеть свет так как видит его камера они так как видят его наши глаза поэтому мы учимся видеть свет постоянно это непрерывный процесс закончились этим пункт 7 он достаточно недооцененный и на первый взгляд не очевидный но крайне важный это внешний вид ребят ну елки-палки большинство из нас складывает неимоверные деньги в технику неимоверные деньги там те кто поумнее вкладывают неимоверные деньги в знания но мало кто реально вкладывается в свой внешний вид поверьте большинству невест да какому большинству всем невестам приятно когда их снимает фотограф который клёво выглядит вам самим приятно клёво выглядеть Вам приятно смотреть на классных людей. Так вот, классным людям будет приятно смотреть на вас, если вы тоже будете классный. Поэтому не стоит недооценивать свой внешний вид. Встречают нас реально по одежке. И одежка должна быть клевой. И неважно, это модный костюм, классная физическая форма, а лучше и то, и другое вместе взятые. Поэтому следите за своим внешним видом, и дела пойдут на лад. Вы просто будете чувствовать себя увереннее. Так, пункт номер 8. Не стоит быть задротом. Вот правда, вот прям совсем нельзя быть задротом. Нельзя быть задротом фотографии, нельзя быть задротом техники, нельзя быть задротом ничего. Вам необходимо иметь широкий круг интересов. Вам необходимо быть интересным человеком. У вас обязательно должны быть хобби. У вас обязательно должны быть какие-то другие занятия, от которых вас штырит. Это не отменяет того, что вы должны быть профессионалом. Просто поддерживать диалог нужно еще на какую-то тему. У ваших клиентов есть масса разных интересов. Это и путешествия, спорт, автогонки, футбол, я не знаю, шахматы, что угодно. Поэтому вам тоже необходимо иметь свой круг таких кайфов. Плюс ко всему, когда вы работали в офисах и начинали заниматься фотографиями, это вас двигало. Вы хотели приходить и делать это постоянно в свободное от работы время. Сейчас фотография для вас работа, и вы развиваетесь как профессионал. Но теперь вам нужно найти другие, какие-то интересные занятия, которыми раньше у вас не хватало заниматься времени, потому что вы ходили в офис. Вот так вот. Поэтому развивайте себя и развивайте свою интересность как личность. Предпоследний, девятый пункт, это нужно учиться. Учиться не только фотографии, учиться всему. Процесс обучения это крайне важная штука. Никогда нельзя сказать, что вот теперь я что-то знаю и умею, потому что именно в этот момент прогресс прекращается. Всегда старайтесь у разных людей учиться разным штукам. Я постоянно попадая даже вроде бы в знакомые ситуации, в которых все видел уже и знал, пытаюсь как-то по-новому на них реагировать, пытаюсь замечать новые вещи. Те, которые вещи я уже на автомате вижу, отлично, но пытаюсь искать новые. Точно так же общаюсь с разными людьми. Ты никогда не знаешь, насколько человек умен или интересен и может тебе дать что-то новое, если не пообщаешься с ним нормально. И не обязательно говорить на тему фотографии. Порой таксист, который тебя везет из точки А в точку Б, может рассказать каких-то прикольных штук, от которых у меня начинают работать шестеренки внутри головы. И я уже перекладываю их на свою тему, на себя и свою нишу. Поэтому будьте открытыми к миру. И, в общем, мир вам даст, реально мир вам даст возможности, даст знания, даст информацию. Вопрос в том, насколько вы готовы ее адаптировать. Не бойтесь адаптировать и видоизменять, потому что под луной ничего не нового. И не стоит ждать рецепта конкретно для вас. Поэтому мы берем просто и экспериментируем. И последний, последний пункт, которым вот прям нельзя без него, это не бойтесь быть счастливым. Но, правда, не бойтесь. Нет ничего хуже, чем несчастный человек, который вынужден изо дня в день, там, 20-й год подряд, вставать в 7 утра и пилить на нелюбимую работу, чтобы делать богатыми нелюбимых людей. Не бойтесь своих желаний. Ваши желания, они ваши. И не бойтесь их исполнять. Не бойтесь сказать всему миру, да идите вы, я так хочу, это мне важно. Поэтому это делает вас лучше, делает вас счастливее, дает вам энергии, дает вам мотивацию. И только благодаря этому вы можете сделать уже счастливым жену, ребенка, родителей, близких. Потому что нельзя счастливить кого-то рядом, если сам ты несчастен и нет никаких сил и энергии. И даже если люди вокруг вас считают, что ваши идеи ненормальные, ваши идеи неправильные, например, мои татуировки, я же мог вложить деньги в ипотеку, а не колоть себе татуировки. Да, блин, я их хотел. И я рад, что они у меня есть, потому что это делает меня счастливым. И это, в свою очередь, придает мне энергии на работу, на все, что угодно. Поэтому не стесняйтесь этого. Не надо загонять себя в темные углы. Все у вас получится, если будете смотреть на мир открытыми глазами и не бояться жить. Не бойтесь жить. Погнали. Жизнь начинается.